Итак, с вами ДопК, мы продолжаем играть за Византию в Европу, нашу в Кок. И да, Италия практически наша, будет двигаться на запад, будем двигаться на восток одновременно с этим, расширяться и идти к Римской империи. Ну, а если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем. Начнем мы, пожалуй, с войны с Узбеком. Презовется еще там Казань, но мы с этим справимся. Сразу после этого объявим войну Тимуриду. Будем идти в Саваркант, будем идти в Персию, Вармуз и потихоньку начинать подкачивать даже Индию. Ой, смотрите-ка, мамлюк из мамлюка попадали страны, их Эфиопия выделила. Я так понимаю, Ишка теперь сразу как поделится рано, начинает им Гранта кидать. Это выглядит забавно. Для меня Эфиопия, если говоря, отличный регион будет для нас выкачивать торговлю. И это тоже неплохо, потому что это позволит их всех захавать побыстрее. Другой, потому что я бы не хотел боевать с Эфиопией вот тут, с которым еще не получим за них. Так что постараемся подождать, просто пока они уберут Гранте, я думаю, они уберут. И да, на Тимуриду мы будем нападать тоже сразу же, я думаю. Тут ничего такого нету. Армия пойдет там в Сказанье разберется. И, кстати, реформа. Реформа, это всегда круто. И у нас тут есть разные варианты. Есть плюс админочка на правителе. Есть минус 10 дефкостов в нашей культуре, праймари, то есть в греческой. Вот, кстати, неплохо. В теории можно поконвертить в эту культуру. Это не так дорого относительно. Да, и под еще жесткой скидкой давать. Но, это дает минус абсолютизма, и мы обязательно пойдем в абсолютизм. Небольшой шанс того, что у нас будет сразу что-то нас поддерживать, видимо, в парламенте. Это не так сильно интересно. Есть вот эта тоже реформа, которая неплохая. Толерантность плюс один, это всегда хорошо. У нас очень жестко на нас так она. И, как бы, нет предела совершенству. Чем больше, тем как бы лучше. Все еще, как бы, кажется, следующая единичка будет все еще давать минуса. Но, я думаю, нам стоит брать что-то из вот этого вот. Меритократическое у нас здесь вот есть значение. Минус коррупция и минус 12 азеркост. У нас куча бонусов на 2 азеркоста будет еще побольше. Либо стоимость лидеров, то есть генералов, подешевле ралять. Я думаю, все-таки возьмем на экономику всех минус коррупцию и минус стоимость. Потому что это действительно приятно. Доброем воевать против вот такого набора стран. Мне только не нравится бенгал из этого набора стран. Но, в остальном, плевать. Объявляем войну. Сразу начнем с Турестана. А, я понял. Ладно, тогда вы. Господи, сюда. И Тавасир тоже, наверное, схаваем побыстрее. Я доинвестирую мужиков в постройку Софии. И мы заканчиваем прекрасный домик. Может, теперь можем мы нажать, наконец, миссию? Нет. Нам нужно 10 домиков. У нас пока что 8. То есть, надо построить еще как раз вот эти два. На форс-лимит и на моряков. Получаем этот престиж, который конвертируется у нас в монарх-поинты. Что прекрасно. И у нас еще минус стоимость стабильности. Господи. У нас просто бесплатная. Как будто. Ну, здесь засиджено Узбека. Вайпаем Казань. Пойдем добавим тамонт. И засидим их. Наверное, отказание нам ничего не надо. Что-таки. Иначе мы получим кучу агры на Россию. Россия, агры пока что не хочется получать. Ой, вот такие ивенты я люблю. Когда у нас нет абсолютно прогресса, реформ нам минус 25 дают. Это приятнее, чем как-то дают, когда нам не хватает совсем чуть-чуть. Россия просит наш знаний и секретов нашего культурного прогресса в обмен на... О. Это они типа у меня просят к нольдшеринг? Наверное. Давайте проверим. Ленинализм они получили. А до этого у них его не было, да? Нет, у них он тоже был. Ладно, это действительно странно. Но, допустим. Я только сейчас понял, что у Тимуриды есть Тибет. Почему? Не знаю. Но он есть. А еще здесь есть армия Бенгала, который, благо, не такой сильный, как мы. Хотя... Ну, да, у него квалификация только двоечку закрыта. У нас все-таки тут посильнее. У нас два тех и лишних. Но их больше. Поэтому я предпочел бы не в войне вступать. Ну, это когда мы достигли армии, мы ее просто вбайкнули. С таким генералом и превосходством, пушками. Это не вопрос. И, видите, да. Я был прав, что здесь заложил крепость, но не успел ее чуть-чуть достроить. Какие границы точно надо крепостями все застраивать. Мы побегли мы так неплохо всех мирить. Я думал побежать в Бенгала. И, в принципе, я даже это сделал. Ну, сейчас какая-то сатралка с территорием. Ну, ладно. Я, в принципе, вроде все равно выйду. Но, конечно, стоит перед этим, наверное, здесь побольше варскоро себе подлутать. Ну, и да. Будем стараться мириться. И мириться будем мы очень жестко. Примерно как-то вот так. Все ТК, ТЦ, точнее. Вот здесь вот. Верситские все ТЦ. То есть солидно. А если наконец-то мы можем это нажать. Плюс один возможный советник. Абсолютизм. И еще минус 10% стоимости советников с культурой правителя. Самое главное, опять, гудцов, таксов и мужиков в Константинополе. Блин, это звучит очень сильно. Просто две монеты получили. Смотрите, вот он, Мегалополис. Было написано, что он станет удвоиться, точнее, на 70 и 75. То есть теория-то может быть плюс 100-100% гудцов, таксов и мэнпавера. Если он два раза удваивается. Наверное, да. Нужно как-то довести его, ну, довести до 70 дэва. В принципе, это возможно. Я сделал это нехитрым способом, вложив один дэв в такса и мэнпавера. И да, он стал в два раза больше. И, черт возьми, заход 24 монеты просто с одной провинции. И станет еще больше. Нужно еще 5 дэва. Но это пока дороговато для нас. Хватил я тут целую огромную армию бенгала, которая здесь стояла. 30 тысяч. И сейчас добьем вот этого. Я думаю, надеюсь, по крайней мере, что он захочет влюбиться. А вот он и готов замириться. 89 север-экстеншен мы получим. Но зато мы получим тэк. Слушайте, как будто это для нас много. А мне тут гибки снизить усталость. Поэтому будет чуть-чуть дороже. Но все еще нам очень даже по стоимости нормально. Да, залазим теперь в Армус. И нас призывает Дания в войну против Австрии. В войне протестантской лиги. И есть нюанс. Я как-то пропустил момент, когда это все произошло. И я не успел встать на сторону. Потому что уже начиналась война. И как бы, ну... Она уже, судя по всему, долго идет. И Дания в ней побеждает. А значит... Чего бы ей не помочь? Почему бы и нет? Другой вопрос, что мне надо было, наверное, практикать вот здесь вот территории. Чтобы мне их передавали. Но, ладно. В целом, я думаю, Ишка может и так сама додуматься. Что я все-таки чего-то здесь хочу. Посмотрим. Но поучаствуем в этой войне. Почему бы и нет? Поможем быстрее завершить. Здесь не так долго осталось. По ощущениям. Да, слишком уж... А! Россия на стороне Австрии. Да, это немножко сделает вещи интереснее. Но... Я думаю, мы справимся очень быстро. И... Нет, спасибо. 2-3-2. Это не очень наследие. Разумеем, надо ли другого. 3-5-1. Соболезнь, но до 3-5-1. Это тоже плохой. Подождем один тик, чтобы у нас престиж был полный. Чуть-чуть побольше отношений улучшилось. И... Ищем нового. Я думаю, я не постесняюсь на время с этим напасть на Ирак. Таким образом, еще, конечно же, на... Пождесят Трансаксания. А, она не зайдет за Ирак. Нет, зайдет. Пождесят. Да, окей. Нападаем на Трансаксанию, на Ирак. Тут есть Мин, который заходит. Раньше, кстати говоря, не заходил, но Мин заключил в Союз Трансаксании. Я думаю, он все-таки придет в один момент. Но мы к этому готовы. Мин там имеет 3 теха пропущенных. Нету качества никакого. Это с количеством у него такая армия. Так что Мин там очень слабенький. Так что да, тут еще есть какой-то Иркант. Есть Битлис. Битлис, господи. Ну, поэтому вот так меня устроит. Потом захватывать их сразу. Да, мы можем позволить себе войду на два фронта. А что? Ничего такого. И 2-3-4. Мне просто везет всегда на абсолютно самых средних мужиков. Типа просто 3-3-3. Это что тоже? 3-3-3? Можно больше. Ой, смотрите-ка. Победа. А, на это не то. Оказалось, что это... Да, мне показалось, что это было что-то от победы. Но нет, это просто мы выберли одну Ишку. Ой, мы наконец-таки унаследовали Боснию. Слава богу. И слушайте, ну наконец-то 4-4-6. Конечно, есть ощущение, что он будет охотником. Но надеемся, что нет. Ну, есть минус усталость. Что, кстати говоря, неплохо было бы для нас. У нас потому что, да, много усталости уже от всего. О, кстати, можно с мином замириться. Замиримся. Наверное, я бы взял все равно торговца. Просто потому что это чуть-чуть приятнее. Ой, тут выделили Милан. А это значит, что нам нужно пойти его захавать. Бегом. О, и нам отдали две провки венецианские вот здесь. Это немножко приятно. Хотя, наверное, я за него неплохо так игры получил, да? Ну да, конечно, две провки дали солидно. Ну, жить можно. В принципе, у нас собирается коалиция. Махра, Мамлике, Аджам. Закончились потому что перемирие. И у нас типа какие-то серьезные противники. В основном потому что у нас вот здесь вот огромный вот этот вот стак. Наверное, как-то очень странно из-за этого все считается. Я еще не замирился здесь. А я подозреваю, что как только закончатся войны, они выйдут. Поэтому я не буду спешить объявлять войны. Все-таки я не хотел бы воевать с всеми этими странами вместе. Я бы предпочел поодиночке каждую, чтобы быстрее все это закурить и завоевать. А вот я могу замириться. Кто-то еще на нас немножко обидится, наверное. Папа Римский даже скажет. Ебать вы, ребята, ну вы, конечно, в Трансаксании, конечно, да. Какого даже мы в крестовых походах не делали. А я скажу, да, не делали. И зря не делали. Немножко, конечно, отвал жопы будет, но... Ничего такого, с чем бы мы не справились. А еще кто-то там восстанет. Опять-таки, ничего такого, с чем бы мы не справились. Это, походу, какой-то наш вариант, что ли, пести агрессивки или что. Ну, нас это устраивает. Наша армия просто идет и будет разбираться со всем этим. Ничего для нас необычного. Пока мы вполне себе в хорошем темпе сейчас все здесь закурим. Да, нас, конечно, уже вон Call for Peace говорят. Пора мириться. Так не я, черт возьми, в этом мире участвую. Я начал эту войну. Я не могу замириться с Австрией. Точнее как, я технически, наверное, могу. Но надо... Есть шанс, что мы будем на победной стороне в итоге. Если мы даже не нажимали кнопку. Но вообще вряд ли. Надо все-таки присоединяться к какой-то стороне, скорее всего. Но посмотрим, вдруг нет. Тогда нужно быть в числе победителей. А нет, вот и сепаратисты наконец-таки прокнули. Что, в принципе, было логично, что больше салки они в один момент прокнут. Я снижаю воркзот, чтобы не так все бомбило. И да, мы скоро уже докорим. И вообще еще не будет бомбить. И миссионер у нас уже начал работать. Слушайте, в хиве. Эти ребята, да, быстро. Ладно, пускай же, да, делают свою миссионерскую работу. И да, мы стали настолько большие, что можем наконец-таки нажать эту кнопочку. Смотрите. Иднево реформер, адвайзер, выдавать нам global trade power, что неплохо, но трэд эфирс все еще вкуснее. И да, всего парочка и войн мы поставили все же 460 инкома. И в Константинополе уже 106 монет. Global trade определенно дополнится только у нас. У нас, в принципе, наш нот как два других конечных. И вытекает ровно 0. Только пираты. Хороший-то посмотрел. Пираты, как обычно, срут. Но тут уж что-то нового. А давайте отделим, наверное, вот так. Чтобы ребята все еще транспортировали. Ну, наши войска куда надо двигали. Да, пристишь тоже уже практически сотка. Все очень быстро восстановили. Ни одна страна не вытягивает отсюда ни копейки. Это в Армузе мы уже законвертили, поэтому отсюда тоже уже тянем. Наш торговец уже здесь имеется. Из Баста, конечно же, тоже. Пирси уже давно-давно. И скоро из Трансаксани, Тамарканда, тоже будем иметь торговца и тянуть. Можем, кстати говоря, в был часа на пойти. Но сейчас нам, конечно же, хотелось бы, чтобы коалиция пропала. Так что ждем конца войны. А потом пойдем пилить османа. Ой, мамлюка, господи. Амлюка. Здесь все доедать. Почищать, так сказать, туза. И, кстати, нет. Здесь играем минус 50%. Так что даже выгодно в этой войне что-то получать. Другой вопрос, что я не верю, что там что-то дадут. Но. Я говорю, ты бы сами попробовать. Вот видите, что-то подзапросить по скидочке. Ну, ладно. Наверное, не стоит. Посмотрите на этого советника. Он даже без 50% скидки. Он не ивентовый. Минус 82%. И это еще не предел. Мы можем себе еще, по-моему, вот здесь вот домик апнуть еще на 10% со временем. Давайте. Нет, не закажем. Сейчас закажем. Вот так. Отмена. Нам нужны их услуги. Получаем еще минус 5%. Улучшаем здесь. Да. И можем что-то еще, наверное, получать. Поймите, поняли, что что-то пахнет чем-то невкусным. Но долевать из коалиции. Ну, да. Я не понимаю, почему они еще не мерятся. Может, из-за Португалии. Хотя у них низкая. Давайте сейчас до Сиджи Милан. Объем, конечно же, миланскую армию. Вот здесь вот. И пойдем Сиджи Португалию. Это вот как ходит и садит мне в Африку. Это уже не смешно. Но у меня супер много ворок заста из-за вот этой войны. Типа. Да, ладно, я реально сейчас пойду. Пеш-то верну и замерюсь на венгерские территории. Но это ненормально. Что Ишка не мерится. И мне капает из-за этого усталость. И в огромных количествах, на самом деле. И они замерились с Россией. Но. С тем, кем нужно было замериться, они все еще не замерились, конечно же. Да, здесь тяжело что-то захватывать. Очень тяжело. А, напишите, сейчас доберем. Или может... Ну, ну, замерись. Ну, Даня. Ну, замерись. Это не смешно. Не, ну я не буду это терпеть дальше. Я верюсь. А это ненормально. Ай, протестатизм наконец-таки стал единственной истинной верой. И в этот момент надо сделать что? Надо долгнуть императора. И распустить это говно. Единственный нюанс. Видите, Саксония... Надо как-то придумать, как это сделать так красиво. Проблема в том, что особо не придумать-то. И мне прокнула комета. И у меня не было варианта на админку. Хотя у меня был чел на админку. Странно. Ну и казуальный тех за 300 очков. Почему бы и нет. И вот уже 500 монет. Как будто приятно даже. Это все наши войска на местах. Теперь мы начинаем Холибар. Ишхайфу зовем. Хасу не зовем. А. Тогда я этих мужиков тоже не зовем. Да. Просто вот так их каваем через... Да без галочки. И вот так, наверное. И до Махара таким образом тоже съедим. А меня это более чем устроит. У меня здесь уже появились корабли. Какая прелесть. Как неудачно для наших противников. И начинаем добивать здесь все. О, Франц. Началась серьезная война. Можем поддержать Францию. Либо поднастрать Францию. Ну конечно мы поднастрем нашему главному противнику. Ну и пока мы воеваем на Югию. У меня тоже есть моментик. Пока игры особо нету. Ну там же 24. Надо бы по-быстренькому с Папа Римским тоже разобраться. Чтобы Франция его не доела. И по пути еще от кого-то откололась Корсика. Закинула ко мне купца. Константинополь. Ну и... Да. Теперь Корсика часть из НТ. Никто не гарантил. Кстати мы в Гену тоже сможем сделать ТК. Что меня очень привлекает. Это возможно еще один купец и куча денег. И помните Милан который мы съели? Здесь выделили новый Милан. Будет смешно. Если как только его выделят. Мы его снова съедим. Конечно мы тут на грани. Только что докорили провинцию. Которая была сверхсотки. И сейчас опять получим сверхсотки. Но такова жизнь. Такова жизнь. Ничего. Скоро станет вообще приятно. И скоро наверное начнем вассаловыми. Захватывать священно-римской империи. Потому что здесь будет плюс 15 на принятие. Это будет очень хорошо. Коннекция с нашими другими. Идейками. И нашим возможностью создавать проныр. Ну да. Видите. Никто не против того. Что Милан должен быть. Частью в Византии. И закрыли идейки. Теперь мы еще берем себе дополнительную 20% скидку на советников и коррупцию минус. Советники просто господи. Минус 90% посмотрите. Он стоит просто меньше монеты за очко. Представляете очко этого мужика стоит меньшим. Так вот. Да. Это невероятно дешево. И невероятно выгодно. Мы теперь получаем здесь очки. Плюс коррупцию тоже. Невероятным темпом снижаем почти бесплатно. Очень приятно. И опять замерились с мамляком. Опять наелись и спим. Но я думаю опять-таки проблем не должно быть. Это я поел мамляка так, чтобы сейчас выйти к Эфиопии. И заодно разделить мамляка на опять анклавы, чтобы он опять не мог ничего сделать. И так же наращиваем флот теперь по эту сторону баррикад. Пока что у нас нет пролива здесь никакого. Построим канал не скоро. А поэтому нужно здесь просто подстроить, чтобы наши войска могли каким-то таким вот проливом переходить. И закончилась усада Рима. Здесь кто-то еще особо интересных стран нам нету. Скажем так. И кто обижается? Франция немножко обижается. Вот Франция мы не хотим обижать. Пока что в крайней мере. А значит нам придется чуть-чуть подождать. Поставим preferentions. Один месяцок скипнем. Там посмотрим. Реблы впыхивают, но для нас это не страшно. И да, слушайте, на самом деле можно уже мириться. Потому что у меня здесь со всеми перемирия. За один годик коалиция не соберется. Не успеет, я думаю, можем мириться и свою армию, я думаю, отводить. На восток. Мы так бегаем туда-сюда и фармим. Территория и фармим деньги с тех сторон, где у нас не так много игры. И получается в целом неплохо. Хотя, знаете, куда можно сходить? Можно сходить вот сюда. Просто так. Просто, потому что, почему бы и не разделить больше? Это как бы, ну, нормальное такое, знаете, желание человека посреди дня. И да, мы захватываем себе Рим. Возвращаем. Конечно же. Корем его просто за какие-то смешные копейки. Господи. И Рим возвращается к нам, да. Престиж получаем. Вроде бы никуда не идет, но хотя бы девку дали. Приятно. И... Самое хорошее, кстати говоря, перку нашего наследника. Ну ладно. Так вот. Можно пойти дальше в Тунис, наверное, какой-то. Но так нам нужно будет захватывать территорию здесь. И да, придется воевать с Францией так или иначе. Без войны с Францией мы квесты не доделаем. И я думаю, метимся вот теперь на этот квест. На самом деле, выделать совсем несложно будет. И получим мы себе бафы небольшие, приятные. В Константинополе еще больше таксов и еще больше модификатора таксов. Я так понимаю, во всех городах мы получим точно такой же модификатор. И еще какой-то десижн полезный получил. И мы выключаем католиков в папство вообще. Я понимаю, это механику вообще выключаем католикам, это жестко. И здесь, смотрите, мы сможем всех католиков перевернуть в православных. В этом есть на самом деле минус. Я бы эту кнопку не нажимал по очевидной причине. Ну, сделать нам это на самом деле будет супер просто. Нужно хотя бы чуть-чуть просто побольше границ, охватить еще 50 в Европе. Это просто. У нас есть прекрасный КБ сейчас на вот это вот ощущение ересе, который снижает нам в игру. Воевать без этого КБ будет не очень приятно. Так что, наверное, эту кнопку мы будем нажимать совсем поздно. Придала у нас, смотрите-ка, появилось решение на восстановить Римскую империю кнопка. Ну да, именно тогда мы будем двигаться. Ну, не прямо сейчас, все-таки нам нужен абсолютизм. Но когда у нас будет хорошая база, у нас уже почти хорошая база. Мы именно этим и займемся. Я заметил, что мы контролируем все 100% денег в этом прекрасном ноде, а значит, что нам лучше трансферить дальше, а не коллектить. Но при этом из Константинополя смысла выводить деньги все еще нет, потому что мы здесь будем терять 20%, а 20% это очень много. Ну и на самом деле, я немножко передумал захватывать Польшу, потому что как-то, ну, нету, что мне захватывать. Киев мне неинтересен, потому что из него что я буду? Краков, чтобы потянуть вену, чтобы потянуть в носе слишком далеко. Краков, то же самое, то есть какую-то вену еще можно быть захватывать. Так что нет, туда как-то сильно привлекательно. А значит, все-таки давайте идти, так сказать, правильным путем, более интересным путем. Пора отражаться с Францией. И да, Россия начала нас душить в Астрахане. Очень сильно и неприятно, из-за чего мне придется повернуть рубильник и отправлять в Суваля. А то монетки так крадут. А все очень просто. У нас просто здесь не так много самих торгового влияния, а они получают еще много вопроса за счет торговца. Как это полностью лендовое торговое место. Касань тоже с игрой крадет очень много, как и Речь Посполита. И все они крадут на север. Она тут, наверное, да и есть Казань. Она потому что вот точно вот эти монеты уберет. Ну и да, видите, стало все поприятнее. И монетки стало намного, намного больше. Можно продать Британию. И они соглашаются наших ребят с Малайкой купить. Чисто скам союзников. Но я-то не против. И оцениваем укрепление Франции здесь. Смотрите-ка, здесь есть раз, два, три целых крепости на юге. Но здесь только одна на горе вот здесь вот. Эту крепость надо будет взять сразу уже. Мы к этому, конечно же, будем сейчас готовиться. И уверенно готовиться, я бы сказал. Так же есть наш флот. Здесь можно подапгрейдить, поэтому апгрейдим на полную, на полную идем. А еще против Франции, смотрите, какая коалиция. Будет неловко, если мы заставим эту коалицию напасть. Они не на коалицию напали, верно? Да. То есть у них, смотрите, есть коалиция. На нас, кстати говоря, нет. Но логично, у нас религия другая. Нам плевать, обычно, что до католиков происходит. Они сейчас напали еще. Это же идеальный момент. Действительно. И я смог вернуть кинералов в 6 джа. Ну, это как раз для той самой крепости. Еще я понял, что я немножко жадничал и не строил вот эти домики. А вообще, пара-пара. Так что, как говорится, они заряжают пушку и они будут стрелять. Мужики здесь немножко стреляют в воздух, чтобы поднять профессионализм. Но так, на всякий случай. Потому что нам, конечно, было бы неплохо его пожечь во время войны. Если вдруг что-то пойдет не так. А манпавер, он как бы такой, он имеет свойство заканчиваться. Конечно, у нас прирост очень хороший. Но все равно битвы будут вряд ли легкими. Ну и один стак я здесь составляю на гарнизон. Хотя, конечно, учитывая, что у меня здесь все мои религии практически. Кроме каких-то мелких исключений, которые мы конвертим постепенно. У меня супер жесткий минус как раз таки адрест. Я могу, господи, 12 себе позволить еще сверху видеть сепаратизма. Очень-очень выгодно иметь страну такую монолитную по религии. Ну что, товарищи, на этом давайте позакончим текущую серию. Наши армии готовятся к нападению, резкому рывку на Францию. Будем резкими, будем дерзкими. Еще Испания тоже за них зайдет. Куча из своих колоний. У Франции тоже есть какие-то микроколонии. Будет неплохая заварушка. На своем блоге. Не обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Видео скоро отпустили. Все, ребята, как обычно. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok